Оценить состояние своего репродуктивного здоровья теперь можно бесплатно в рамках диспансеризации населения на спроекта здравоохранения. Поводом для включения в программу нового обследования послужил рост случаев бесплодия супружеских пар. Это серьезная, комплексная медико-демографическая проблема. Многие заболевания репродуктивной системы протекают бессимптомно. Важно не упустить время выявить их на раннем этапе и провести необходимое лечение. Проверить состояние своего репродуктивного здоровья бесплатно в рамках диспансеризации могут мужчины и женщины от 18 до 49 лет. В Хабаровском крае проблеме бесплодия уделяется особое внимание, так как у нас его уровень более высокий, чем в других регионах страны. Об этом говорили на конференции по укреплению семьи эксперты, медики и представители власти. В крае действует целый ряд мер, направленных на решение этой проблемы и повышение рождаемости. В их числе специализированные медосмотры, адресная помощь женщинам при вынашивании ребенка и сопровождении дородов. Кроме того, в регионе выделено стабильное финансирование процедур ЭКО. О проблемах репродуктивного здоровья мы поговорим со специалистом. Сегодня в нашей студии Наталья Владимирова, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии перинатального центра, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Хабаровского края. Доброе утро, Наталья Юрьевна. Доброе утро. Мы уже в подводке озвучили, что отмечается, что в Хабаровском крае уровень бесплодия выше, чем в других регионах. С чем это связано и вообще какова статистика? Вы знаете, статистика бесплодия это достаточно сложная вещь, потому что вообще гинекологическая заболеваемость фиксируется по обращаемости. Если человек не обращается, мы о нем не знаем, естественно. Поэтому уровень бесплодия, я бы не сказала, что он выше, но он не снижается, и он более распространен у молодых женщин, ну и, соответственно, у мужчин. В среднем бесплодие в Российской Федерации в разных регионах от 7 до 25%. У нас в Хабаровском крае где-то в среднем 15-20%. С чем это связано? Каковы причины того, что сегодня молодые пары не могут иметь детей? Причин очень много для бесплодия, как мужские, так и женские факторы. Причем мужское бесплодие растет. За последние 5 лет оно выросло примерно на 20%, женское в 3 раза. Это общая статистика по Российской Федерации. Это заболевания репродуктивной системы, которые в свое время на нем диагностируются. Вот почему и создана программа бесплатной репродуктивной диспансеризации, о которой вы только что говорили. Кроме того, это отложенное материнство и вообще отложенное родительство, потому что молодые люди не хотят сейчас рожать в том оптимальном возрасте, в котором необходимо родить всех своих детей. Это начиная примерно с 22 лет до 35. Естественно, возраст повышается, и повышается количество заболеваний у человека любых. То есть это такой социальный фактор, который со временем превращается уже в медицинский. Правильно я понимаю? Мы же говорим о том, что от региона к региону показатели статистики меняются. Это значит, что не только социальные и медицинские факторы являются определяющими, в том числе, может быть, какой-то климатический, географический. Вот если мы рассматриваем, например, Хабаровский. Не думаю. Нарушения репродуктивной функции не связаны с этими вещами, ни с географией, ни с транспортной доступностью, ни даже с доступностью медицинской помощи. Они связаны с внутренним состоянием организма человека. Прежде всего, все, что происходит в молодом возрасте, это и интимная гигиена, и своевременная контрацепция, и отсутствие абортов. Это все абсолютно влияет на репродуктивное здоровье. А вот тогда, если мы говорим об идеальном с точки зрения медицины возрасте, для зачатия детей, для мужчин и женщин, это какой возраст? С 22 до 35 лет, я уже сказала. 22-35. Отлично. В каком вообще возрасте могут возникать все эти репродуктивные проблемы, чаще всего, когда происходят? Вот для того, чтобы их выявить, супружеская пара, ну, чаще всего, конечно, женщина, или должна своевременно обратиться на прием к врачу, к шаргинекологу, или вот пройти вот эту самую репродуктивную диспансеризацию, первый этап, который сейчас запланирован с 18 до 29 лет. То есть, видите, насколько молодой возраст у женщины и мужчины, является, по сути, показанием для того, чтобы проверить свое здоровье. Но вот почему-то чаще всего, вы знаете, когда в паре, ну, долгое время, на протяжении года, двух, трех, да, не появляется ребенок, грешат на женщину и говорят, что, как правило, это женская проблема. Но насколько часто действительно вот в парах, по статистике, это все-таки проблема мужчин? Вот давайте так. Значит, 1, 2, 3 не пойдет. И если 1 год у супружеской пары, которая хотят ребенка, не получается забеременеть, это уже сигнал тревоги. 2-3 года ждать не надо, причем независимо от возраста, особенно если это пара старшего репродуктивного возраста, после 35 лет у женщины. И второй момент. Мужской фактор бесплодия, как я уже сказала, значительно увеличивается. И примерно 37% в структуре бесплодия – это мужская анфертильность, то есть невозможность зачать. Мужчины сложнее реагируют на эти моменты и реже, значительно обращаются к специалистам. То есть мужчина должен прийти к урологу, сказать о своих проблемах или своевременно обследоваться. Для этого нужно прийти на первый этап, а потом при выявлении проблем на второй этап – деспонсоризация. Где уже, кстати, в стандарт обследования входит сдача спермограммы. Говоря о репродуктивном здоровье, мы не можем не учитывать какие-то внешние факторы, которые, безусловно, влияют в целом на здоровье организма и в том числе на репродуктивные функции. Что это на сегодняшний день? Что можно выделить отдельно? Может быть, какие-то новые появились факторы, которые очень сильно оказывают влияние? Очень сильно оказывают влияние отсутствие заботы о своем здоровье, к сожалению, у наших пациентов. Особенно то, что касается повышенного веса, нездорового образа жизни, отсутствие соблюдения правил питания, соответственно, ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия. И от этого же идут все проблемы, которые повышают вообще смертность населения. Вот сегодня какие технологии применяются, репродуктивные технологии, доступные для жителей нашего края? Для жителей нашего края создана, я считаю, идеальная ситуация в плане репродуктивного здоровья. Во-первых, с 2018 года у нас существует система абсолютного бесплатного обследования супружеской пары, если они не могут зачать ребенка. Пожалуйста, приходите в специализированные кабинеты по бесплодному браку, прежде всего, в перинатальный центр, потому что у нас все специалисты занимаются этой проблемой. Но только прийти надо своевременно. Не откладывать долгий ящик, что ну а вдруг получится, вдруг наступит такое чудо. Да, чудо иногда наступает. Но, к сожалению, в большинстве случаев супруги затягивают по возрасту весь этот процесс, а вероятность наступления беременности после 35 лет ежегодно снижается. Если, например, эффективность экстракорпорального оплодотворения в 26 лет составляет 40-45%, то, к сожалению, в 42 года она уже составляет 8-12%. Вот почему так важно рано обращаться к специалистам. Вот эта система предполагает не только бесплатное обследование, она предполагает выполнение стандарта, который касается бесплодия и мужского, и женского. То есть быстро проходим обследование, быстро пытаемся пролечиться, если необходима операция, направляем на лапароскопическую коррекцию. Если все это не работает, не получается год-полтора, это только экстракорпоральное оплодотворение, которое в мире признано наилучшим способом коррекции бесплодия. В общем, следить за своим здоровьем репродуктивно и нужно и мальчикам, и девочкам. Да, мальчики, именно мы очень часто становятся причиной того, что в семье нет ребенка. Не надо решить только лишь на женщин. За здоровьем нужно следить, причем, что называется, с малых, младых ногтей. Обязательно это делайте, и заботитесь о здоровье ваших подрастающих детей, хоть иногда в семьях эти темы почему-то бывают табуированы. Обсуждать это нужно с самого детства. Наталья Юрьевна, вам большое спасибо за интервью, спасибо за подробную информацию. Я напоминаю, что в гостях была Наталья Владимирова, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии при Натальево центра, доктор медицинских наук, профессор, главный нештатный акушер-гинеколог Минздрава Хапаровского края. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...